здравствуйте друзья вы на канале sim racing from zero и сами парис и сегодня у нас fuji international speedway гонка разбор полетов то есть запись гонки с комментарием ждем загрузки нас ждет очень интересная тактическая борьба так смотрим на по позицию я на пол позицию позади меня британец hit me hit me up top ударь меня ударь меня вверх кверху ближе к топом так не переводится позади куча испанцев немец немцы испанцы немцы испанцы и британец так я на проведу с гонка с происходит старт сходу не смотрим внимательно итак старт я смещаюсь справа чтобы не даст стрима никому британец благоразумно держится слева у него не хватает расстояние торможение его даже в свою очередь пытается атаковать испанец у него ничего не выходит и все хорошо все выходят ровненько без аварии без всего и устремляются к концу первого сектора испанец ошибается на этом изломе и теряет время я думаю его должен пройти немец я создаю небольшой отрыв британец держится чуть поводу а позади него кипит и шуточная борьба ой там столкновение немец два немца теперь у нас на третьих и четвертых местах а испанцы проваливаются один за другим посмотрим что у нас позади британец насчет на машине его начинает догонять немец так можно сказать нас оставалось только трое в лидирующей группе я британец и вернул он перлан 90 вот у нас такая тройка лидеров дальше на четвертое место вырывается француз тройка лидеров продолжает отрываться а за 4 место кипит борьба между французом и немцем не испугаться абсолютно лучше первый сектор но о француз ошибается уходит слишком широко и теряет целую кучу позиций вернемся к лидерам я ставлю абсолютно лучше второй сектор все пилоты атакуют очень агрессивно я же предпочитаю беречь резину чтобы очень сильно не упал темп в середину гонки это очень важно здесь тем временем мы видим что британец слегка подобрался тройка лидеров достаточно сильно оторвалась 32,5 это очень медленный круг посмотрим на круг британца 32,7 еще хуже круг немца 32,3 у него именно сейчас у него лучший круг как-то дерган он машину ведет свою на геймпаде ли он атак немец получает срезку и это его выбивает из дальнейшей борьбы немец на четвертом месте практически в городе а француз уже сумел обогнать испанца которому он уступил после вылета своего и вновь смог приблизиться к немцу у британца на 8 месте штраф а испанец не отпускает у нас француза не опускает и продолжает на него наседать или об этой неистовой борьбе француз слегка убил свою резину и больше не может держать столь высокий темп вернемся к видерам здесь у нас сохраняется статус-кво но британец слегка приблизился к мне и пара лидеров отъезжает и британец сейчас явно явно у него темп выше чем связано я не знаю а он уже приблизился вплотную отрывом отрыв 6 десятых уже меньше итак у нас идет на дворе четвертый круг все у нас с немцем немец остается куда больше хотя именно на его счету здесь сейчас у нас игонки лучший круг вот он 32 и 3 итак британец уже довольно близко я думаю в конце прямой попробует нанести атаку будет ли он атаковать смотрим благоразумно небольшой контакт вот у меня задний бампер благоразумный британец решает не наносите атаку в этом повороте очень рискованно и и и и немец так и держится по воду не может близиться сражающейся паре лидеров здесь почему у меня падает темп у меня беда я не могу держать гоночный темп квалификации видели я был на втором месте среди ашников ну а здесь время я также улучшил на это время 1 29 и 9 это еще не все нужно держать темп гонки это очень важно пирамид и притормах сворачивается в пистоп решает сделать так называемый андеркат то есть получив свежий комплект резины пройти оттур быстрее и оказаться впереди после моего пистопа Значит, немец и британец сделали свой песок. Что остается мне, мне нужно неистово атаковать сейчас. Чтобы, если пропустить британца вперед, то... Чтобы отрыв был минимален. Вот так, на дворе шестой круг. Вон он позади. Внутри большая. Посмотрим. Так, для времени я уже выхожу на стартовую прямую. И совершаю свой первый, единственный песок. Смотрим за немцем. Имец благоподучно проходит. И опережает меня. Теперь смотрим. Ой, я перегрузил Сашу. Так, я на втором месте. Но дело в том, что у британца, у него свежий, он просто свежий комплект, у него свежий комплект мягкой резины. То есть он быстрее меняет. Сзади меня еще и немец там что-то кичится. Но немцы, я думаю, жесткая резина. Потому что он не так рядом меня выиграл. Начинает пригонять. Видим тройка лидеров. В том же составе так и едет. Едет, но за небольшим изменением у меня теперь второе место, а не первое. Продолжаем преследовать британца, а не мец преследует меня. Продолжаем преследовать британца. А позади люди совершают свепить стопы. Получается комплект жесткой резины и уже до финиша. Это они столько кругов ехали на софте. Я же решаю начать атаку. Понимаю, что британец уходит. Минец уже практически меня догнал. Ну, у софта такая беда. Ну, держится примерно неплохо. Круга четыре, а потом начинает плыть. Плыть, это значит резина изнашивается и плохо держит трассу. Потеряешь в темпе очень сильно. А вот немцы уже буквально на заднем спойлер у меня. Посмотрим, будет ли немец атаковать. Он очень близко. Он очень близко. Да, он решается на атаку. Благоразумно не делает глупостей. Я продолжаю обороняться. Время британец уходит все дальше и дальше. Он на мягкой резине. Напоминай, мягкой. И слегка подостал немец. Видимо, у него уже поплыла резина. Он слегка подостал. Да, вот началось видно сразу признаки. Видите, да, вот в этих медленных поворотах начинает не вывозить. Резина плывет, он отстает. Прошел тот момент, когда он мог идти реально быстрее, атаковать меня и пройти. Так, смотрим, что произойдет сейчас. Продолжаем прессовать британца. И впервые уже мой темп сейчас выше, чем у него немец. Сворачивает на песок, понимая, что в темпе он теряет очень сильно. Таким образом, до финиша у нас три круга. Я начинаю потихонечку догонять британца. Да, даже визуально уже утрыв сократился намного. Так, что у нас там позади? Немец также на третьем месте начинает неистово атаковать. У него лучший круг, как все, 31,6. Может быть, еще лучше. На четвертом еще один немец. Тут ребята едут. Ну вот, борьба у нас за седьмое место. Очередной немец и культ итальянца. Француза, простите. И тут борьба. Ладно, вернемся к лидерам. Так, и британец сворачивает на песок за два круга до финиша. Даже за три. И три круга до финиша. Его расчет такой. Одеть мягкую резину. И попробовать меня атаковать. Нет, у него жесткий комплект. Жесткий у него комплект. То есть у него тактика такова. Он два отрезка ехал на мягкой резине, чтобы у него темп был выше. И в конце одевает жесткую. Ему на этом комплекте нужно пройти три круга. А я на этом комплекте прохожу аж семь кругов. То есть у него больше, чем в два раза свежее этот комплект. А топливо одинаковое. Так, смотрим. Тут еще и немец. У нас оттроенная борьба так и продолжается. Мы уже на большем расстоянии, чем в первой фазе гонки. И пока все спокойно. На втором месте. Пытается догнать меня. Я его не отпускаю. Немец пытается. В четвертом месте. В гордом иночестве. Испанец тоже. А вот за шестое место у нас кипит. И шуточная борьба. Француз будет атаковать. Француз ныряет. Небольшой контакт. Благополучно проходит. И проходят немцы. Немец зачем-то мигает ему фарами. Зачем они такие вот я не понимаю. Не получит немец резку сейчас. Нет. Он может контратаковать. Он еще не близко. А что у нас тани лидеров. Очень интересно. До финиша у нас остается один единственный круг. И британец, я думаю, довольно далеко. Он следит за немцем. Он, видимо, ошибся. И он еще дальше. Так, посмотрим. Вот, британец. Ну, уже довольно близко, я хочу вам сказать. Очень нирвана машина от джойстика, что ли. Я типа, еду. Так, остаются последние медленные повороты. Он уже очень близко. Очень близко. Ничего не удается ему сделать. Слишком велико было отставание. Довольно далеко. На последних метрах он еще больше приближается. Но я уже тут аккуратничаю. Выходим на стартовую прямую. Он совсем близко. И еще бы круг, конечно. Но я выигрываю. А он еще присутствует, что ли. Дурак. На третьем месте. Британец, финишим. Да, немец. Четвертом немец. Дальше испанец. На пятом месте. Итальянец на шестом. На француз. Немец дальше. Еще испанец. Еще один испанец. Сколько же тут испанцев. Британец на одиннадцатом месте. Испанец на двенадцатом. И там кипит жесткая борьба. Вот здесь посмотрим. Со штрафом четыре секунды. Да, он будет в пятнадцатом. Француз в шестнадцатом. И на последнем месте. На семнадцатом. На восемнадцатом. На восемнадцатом месте еще на пидстопе. Ладно, ребята. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Это был репортаж с Fuji International Speedway. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok